Террористическая группа, запустившая беспилотники, пыталась уйти в сторону государственной границы, но своевременно было обнаружено. Отряд мобильный, особого назначения Росгвардии, на бронеавтомобилях патруль и тигр, умело блокирует диверсионную группу. Диверсианты пытались оказать сопротивление, но бойцы Росгвардии нанесли им огневое поражение и принудили сложить оружие. В целях разведки, организации взаимодействия и мониторинга района, вместо чрезвычайной ситуации, надвигается оперативная группа главного управления МЧС России. Вместе с ней прибывают расчеты пожарно-спасательной части. В течение пожара задействован мобильный пожарный робот Сити М-40. При высоких температурах он заменит спасатели в непосредственной близости от очага ПХА с максимальным удалением оператора до 1000 метров. Робот может безнежимно работать под защитой водоносчика до 10 часов в режиме распределения и металлами УЕ. Вы наблюдаете прибытие к месту чрезвычайной ситуации спасательного вертолета «Ансад» для проведения общей разведки. В целях на допущение противоправных действий и обеспечении личной безопасности граждан прибывает подразделение Министерства внутренних дел. В районе железнодорожной аварии вы наблюдаете работу пожарных расчетов с применением специальной пожарной техники по тушению очагов возгорания и пожара. Одновременно пожарные осуществляют охлаждение горящей цистерны для предотвращения взрывов. В зону аварии прибывает подразделение радиационной, химической и биологической защиты Центра спасательных операций «Асоброварийская лидер» для проведения аварийно-спасательных работ. Для тушения цистерн задействованы два генератора пены средней красности. Стационарные генераторы предназначены для применения в стационарных установках пенного пожара тушения резервуаров с нефтью и нефтепродуктами. Производительность по пене составляет 600 литров в секунду. Вы наблюдаете тушение пожара на вагонах воздушно-механических. Вы наблюдаете тушение пожара на вагонах воздушно-механических. Стационарные генераторы предназначены для применения автоцистернами пожара. С использованием двух основных комбинированного тушения пожара «Бурга-5», которые закреплены на концах лестницы. Ребюши на место аварии спасательные вонские формирования МЧС России развертывают газоспасательную базу и проводят работы по устранению участников аварийно-химически опасных веществ из железнодорожных цистерн путем наложения химически стойкого пластыря. Вы наблюдаете прибытие к месту аварийно-санитарных вертолетов по 105 и по 116 для экстренной бухгалки пострадавших. После посадки вертолетов медицинские работники принимают пострадавших у спасателей. Назваживаются в медицинскую помощь, которые также осуществляют погрузку вертолетов и эвакуируют лечебные учреждения. В районе ликвидации последствий в железнодорожной аварийно подразделения, выходящие из зоны выражения, прибывают на пункт специальной обработки, где проводятся сигнадации отчетники и средств индивидуальной защиты. В районе ликвидации последствий в железнодорожной аварийно-санитарной обработки. Уважаемые гости, обратите внимание, в тылу полигона вам будут продемонстрированы действия пожарных-пожарно-спасательных подразделений по тушению лесного пожара. С применением технологий, искусственного интеллекта, обратно-серистов строятся зоны с высокой пожарной опасностью. В угласовании осуществляется мониторинг пожарной обстановки из космоса. Осуществляется тематическая обработка космических снимков с целью поиска термических аномалий. В районах, подверженных природным пожаром, заблаговременно устанавливаются, а труднодоступные места сбрасываются без приводники с остановными датчиками контроля обстановки. Установленные на вышках сотовой связи системы видеонаблюдения, такие как лесохранитель, осуществляют мониторинг пожарной обстановки. Они дополняются стационарными тепловизионными станциями, которые проводят контроль температурного режима. Держи огня, выполнение аэропорта съемки для построения 3D-моделей местности. И аэроскан для проведения детальной площадной воздушной разведки территории для контроля за развитием пожара. В районе пожара личный состав подготавливает минерализованные полосы взрывным способом и площадку для приземления личного состава и техники, доставляемых в зону пожара авиации МЧС России. Внимание! Сейчас будет произведен взрыв!